Субтитры сделал DimaTorzok Дейдалек Энтертеймент продолжает радовать поклонников адвенчур старой школы выпуском соответствующей продукции. Анас Квест – классическое point-and-click приключение, выполненное, как сообщают авторы, в духе мрачноватых сказок братьев Гримм и Ханса Кристиана Андерсена, но при этом с налетом научной фантастики. Звучит интересно, так что квеста любителям рекомендуется взять на карандаш. Rocket League – это продолжение Super Sonic Agrobatics Rocket Powered Battle Cars. Если вам ничего не говорит это адреналиновое сочетание шести крутых слов, передам суть прочее – футбол с машинками. И тут уж каждый наверняка представил, как там должно быть весело, особенно если с друзьями в мультиплеере. Кстати, разработчики подчеркивают, что игра изначально и затачивалась под многопользовательские режимы. А вот где катание по стенам и столкновение с разнообразными предметами не сулят ничего хорошего, так это в симуляторе F1 2015. Ежегодный релиз от Code Masters напомнит о том, что иногда плавящийся от жары асфальт – это не так уж и плохо. Выход намечен на 10 июля. Фанаты королевы автоспорта как раз успеют подготовиться и подойти в наилучшей форме – Гран-при в Венгрии. Guild of Dungeon Earring на первый взгляд кажется вполне стандартным данжон-кроулером, если, конечно, не брать во внимание достаточно оригинальную рисовку. Да вот только оказывается, что играть нам здесь придется не за героя, отправившегося покорять строптивое подземелье, а за это самое подземелье. Об устройстве ловушек и расстановке монстров по комнатам – дело тоже интересное. И если в случае с Формулой 1 я нисколько не сомневаюсь в спросе на игру, то вот по поводу симулятора гольфа под названием Rory McElroy PGA Tour есть вопросы. А ведь странно, столько в России просторов с естественными преградами, играя не хочу, а данный вид спорта все никак не завоюет популярность. Но если вы все же в курсе, что это за Rory в заголовке и гольф вам не чушь, то ждите 16 июля. Пиксельная и душевная продолжает заполонять магазины цифровой дистрибуции. В скором времени вы сможете отыскать и прикупить там Интерстеллария – комплексную приключенческо-ролевую игру про изучение космоса. Мало того, что игрокам нужно будет обустраивать свой корабль и контролировать работу команды, так придется еще высаживаться на всякие диковинные планеты, полные загадок и незнакомцев. А вот Nico Through The Dream завоевывает внимание не благодаря множеству геймплейных элементов, вплетенных в одну концепцию, а за счет удачного минималистичного дизайна. Не как у Дональда Джадда, конечно, но все же что-то типа того. Что до игрового процесса, то тут характеристика такая. Приключенческая игра с видом от первого лица и чередой разнообразных логических задачек. И еще один представитель независимого фронта. The Swindle описывается автором как сочетание Спиланки и Deus Ex. Надо думать, от первого была позаимствована система случайной генерации уровней, а также платформенность, а второй наполнил игру киберпанковским настроением и правом выбора между разными путями прохождения. В целом выглядит вполне достойно и попробовать хочется. Помимо всего этого, не забывайте о том, что в июле стартует возрожденная и эпизодическая King's Quest. А еще без переизданий и дополнений, конечно же, не обошлось. Ремастер-эт-версии обретут God of War 3 и Worms World Party. Trials Fusion выйдет на новый уровень офигенности с помощью Awesome Level Max, а World of Tanks придет на Xbox One. Вот такая вот культурная программа. Желаю вам солнечного и комфортного июля. Отдыхайте. Все, ушел. Субтитры создавал DimaTorzok